Богдана Цехмистра, Алексея Лазарева и Александра Марченко обвиняют в превышении полномочий, повлекших в смерть. В конце марта они задержали Евгения Звенигородского. Он умер в больнице после побоев. Главный свидетель в деле Виталий Адонин утверждает, что избивал Звенигородского Богдан Цехмистра. Парень говорит, еще при задержании милиционер ударил ногой в пах, а затем в следственном кабинете пару раз кулаком в живот. Сегодня в суде зачитали выводы экспертизы. Судмедэксперты установили, парень умер от сильного кровотечения и разрыва внутренних органов. Эксперты уверены, это от побоев, возможно кулаком или ногой. И нанесли в период с 5 до 8 вечера. Также эксперты установили, что Звенигородский не оборонялся. Судебная медицинская экспертиза подтвердила, в том числе и комиссионно, о том, что действительно данные телесные повреждения он получил во время его задержания работниками милиции, нахождение его в милиции. Из показаний Адонина звучало то, что погибшего били руками, ногами, многочисленные были удары, что соответственно подтвердила экспертиза. В письменных показаниях подсудимые заверяют, что Звенигородского не били. В зале суда они все еще молчат. Комментируя заключение судмедэкспертов, защита обвиняемых настаивает, что Звенигородского мог побить кто-то другой незадолго до задержания. Здесь есть разбег какой-то во времени и причинение телесных повреждений. Вполне могло быть и до задержания, за какие-то, мы же не говорим о часах, минутах, за полчаса они могли быть. То есть вполне мог быть конфликт произойти между Звенигородским и Адонином, непосредственно перед их посадкой в маршрутку. По словам Андрея Поликанова, у защиты есть доказательства того, что Адонин и Звенигородский раньше уже дрались. Подсудимые свою позицию озвучат на следующем заседании. Его назначили на 17 января. Ольга Крастелева, Павел Кубраков, Медиагруппа «Объектив».